Досточтимая сунна пророка и ее значение в исламском праве. Свидетельствую, что и на божество кроме одного единственного Аллаха, у которогоница товарища, и свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник, который сказал поистине, я оставлю среди вас две вещи, держась за которые вы никогда не собьете с прямого пути книгу Аллаха и сунну его пророка. Да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейство, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, всемогущий Аллах отправил своих посланников и пророков, мир им всем, чтобы наставить людей на верный путь, вывести их из мраков к цвету и вытащить их из низин гибели и неудачи до вершины спасения и успеха. Затем Аллах слава ему и величия отправил Мухаммада, мир ему благословение Аллаха, как последнего из пророков с завершающим посланием, которое подходит к любому времени и месту. И не спасла ли ему Писание с ясными смыслами и непостижимыми чудесами, которому ложь не подберется ни спереди, ни сзади. Аллах Свят, Он и Велик, также открыл своему посланнику Мухаммаду, мир ему благословение, досточтимую сунну для разъяснения Священного Корана. В этом контексте в Священном Коране говорится, «А тебе мы не спослали напоминание, для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им не спослано, и для того, чтобы они призадумались». Сурабчуоли, аят 44. Кроме этого, пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, поведал, «Мне был дарован Коран, и нечто подобное ему вместе с ним», то есть сунна. Кто пристанно рассмотрит Священный Коран, тот найдет, что Величественный Аллах в более чем одной позиции сочетает приказ подчиниться ему с приказом подчиниться пророку Мухаммаду, даблагословить его Аллах и приветствует. Например, «Я айюха лазина аману стадибу лиллахи валиррасули, ида дааакум лима юхиикум» «Вот и которые уверовали, отвечайте Аллаху и посланнику, когда Он призывает вас к тому, что дарует вам жизнь». Сура добыча, аят 24. «Кто покорился посланнику, тот покорился Аллаху». Сура женщины, аят 80. Всемогущий Аллах также сделал это послушание поводом божественного помилования, сказав, «Ва атиу Аллаха валрасула ла'аллакум турхамун, повинуйтесь Аллаху и посланнику, быть может, вы будете помилованы». Сура семейства Аимрана, аят 132. При этом раб достигает этого послушания, следуя сунне пророка, мир ему благословение Аллаха. В Священном Коране Всевышний Аллах обращается к своему посланнику, говоря, «Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи». Выдал Аллах прощающий, милосердный. Сура семейства Аимрана, аят 31. Тем временем, улими и факхи исламской умы сошлись во мнении об истинном авторитете достатчимой сунне и о том, что она есть второй источник исламского права после Священного Корана. Причем сунна – это слова, поступки и мальчаливые одобрения пророка, да благословите его Аллах и приветствует. Она демонстрирует, объясняет и интерпретирует то, что содержится в Священном Коране. Потому что пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, лучше всех людей знает о замыслах и обоснованиях решений Всевышнего Аллаха. В Священном Коране говорится, Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение. Сура Сунми, аят 36. А также Аллах Всемогущий предостерег нас от нарушения приказов Его Посланника, мир ему благословение Аллаха, сказав, Пусть же остригаются те, которые противятся Его воле, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания. Сура Свет, аят 63. Достопочтенная пророческая Сунна подробно разъяснила многое из того, что вкратце изложено в Благородном Коране. Так, например, О повелении совершать намаз и выплачивать закат сжато говорится в Священном Коране следующим образом, «Ва акиму салата ва аяту зака» «Совершайте намаз и выплачивайте закат» Сура Корова, аят 43. Но как же можно поддержать столпы Ислама, такие как молитва, закат и хадж, без объяснения со стороны Сунны? О, почему Посланник Аллаха, да благословит Его Аллах и приветствует, детально прояснил вопрос о том, как молиться своим поведением и своими словами. О, мир ему благословение Аллаха, сказал, «Совершайте намаз так, как это делаю я». О, мир ему благословение Аллаха, также сказал, «Когда встанешь на молитву, произнеси слова «Аллах Велик», «Аллаху Акбар», затем прочитай из Корана то, что для тебя легко, после чего соверши поясной поклон, и стой в этом положении, пока не успокоишься в нем, затем выпрямляйся, пока не станешь ровно, затем соверши земной поклон, и оставайся в этом положении, пока не успокоишься в земном поклоне, затем подними голову и сядь, и оставайся в этом положении, пока не успокоишься сидя, после чего опять соверши земной поклон, и оставайся в этом положении, пока не успокоишься в земном поклоне, и затем поступай таким же образом во время всей своей молитвы». А насчет заката, то Сунна разъяснила множество его видов и размеров, а также Сунна не упустила вопрос о паломничестве. Пророк, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Перенимайте свои обряды от меня». Так же, как Сунна Пророка подробно разъяснила кратко изложенное в Священном Коране, она ограничила абсолютное. Например, мусульман может завещать только треть своего имущества, а также ему нельзя оставлять завещание в пользу наследника. Передается, что как-то раз Саад ибн Абивакас, да будет доволен им Аллах, заболели в Мекке, и посланник Аллаха, мир ему, благословение Аллаха, пришел навестить его. Саад сказал, «О посланник Аллаха, поистине у меня некое богатство. Так, не отдать ли мне все мое имущество в качестве милостыни?» Пророк, мир ему, благословение Аллаха, сказал «Нет». Он спросил, «О половину?» Пророк, мир ему, благословение Аллаха, сказал «Нет». Он спросил, «О треть?» Посланник, мир ему, благословение Аллаха, сказал «Треть, но и третий будет много, ведь лучше тебе оставить своих наследников состоятельными, чем нуждающимся и вынужденными просить у людей. Пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, еще поведал, нет завещания для наследника. Вот что я хотел вам сказать, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Квала Аллаху Господу миров, мир и благословение, причаты всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье с подвижником и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до судного дня. Мои братья в исламе, подчеркивая видное положение истинный авторитет и крайнее значение сунны пророка, мир ему, благословение Аллаха, для исламского права, мы в то же время четко различаем в ней то, что связано с актами поклонения и то, что касается обычаев, которые меняются в зависимости от характера времени и места. Так, к обычаям людей относятся их одежда, средства передвижения и другие общепризнанные нормы. Так, бессмысленно говорить, что надо принуждать людей к соблюдению определенных обычаев, относящихся к путешествию, одежде или еды, под предлогом следования, к примеру, пророкам, да благословите его Аллах и приветствует. Ибо, согласно исламу, дозволены обычаи, по которым люди приходят к согласию и которые соответствуют их времени и окружающей среде, если только это не противоречит шариату Аллаха. Тем самым, мы утверждаем, что злейшие враги сунны пророка Мухаммада бывают двух типов. Во-первых, те, которые искажают религию и торгуют ей, пытаясь выкручивать священным текстом шеи для достижения собственных целей. Поэтому они проливают кровь и занимаются вандализмом во имя религии, думая, что поступают хорошо. Именно они есть проявляющие чрезмерную строгость, о которых нас предупредил посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказав, да погибнут чрезмерствующие, повторив это трижды. А также со словом Амара Абнер-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, изрек, поистине, больше всего я опасаюсь для вас после себя всяких красноречивых лицемеров. Во-вторых, те, которые покинули светлую зону знания и отклонились от его верного пути, серьезность таких людей показал пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, рассказав, поистине, Аллах не забирает знания, просто лишая его своих рабов. Он забирает знания, забирая из мира алимов, то есть ученых, обладающих знанием. Когда же он не оставит в живых ни одного алима, люди станут избирать для себя невежественных руководителей, и им будут задавать вопросы, а они станут выносить решения, не обладая знанием, в результате чего сами собьются с пути и введут в заблуждение других. Честная сунна пророка невиновна в любом экстремизме, лишающем ее терпимости и умеренности ислама. Она также невиновна в ином экстремизме, который полностью ее отрицает. Поистине, чрезмерность и упущение далеки от методологии ислама и представляют собой большую несправедливость к сунне пророка, которая полностью соответствует общим целям Священного Корана. Понимание ее целей очень помогает нам понять общие цели нашей истинной религии, которая, несомненно, является полноценной справедливостью, милостью, терпимостью, человечностью, облегчением и упрощением. При этом, улими в прошлом и в настоящем, единодушно, что все, что достигает этих общих целей, лежит в основе ислама, и все, что сталкивается или вступает в противоречие с ними, сталкивается с самим исламом, его целями и предназначениями. Вот почему ученые и специалисты должны играть свою роль с тем, чтобы исправить возникшие заблуждения и отклонения. Нам же нужно понять сонну пророка, мир ему, благословение Аллаха, через ее цели и предназначения. Нам надлежит отказаться от окаменелого поверхностного толкования священных текстов. Это достигается путем современного сознательного чтения сонны пророка в соответствии с духом и событиями современностей, таким образом, что способствует приближению достаточной сонны великого пророка к людям. О, Аллах, дай нам понять Твою благородную книгу и сонну Твоего пророка. О, Аллах, одари нас полезными знаниями и сделай наши знания плодоносными. О, Аллах, защити нашу Родину и все страны мира. Слава Богу. Продолжение следует...